Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я только что проснулась, сегодня я спала 12 часов. Мама уже говорит, что это ненормально, Айка, столько спать. Можешь тебе обратиться к врачу. Возможно, есть какие-то проблемы у тебя, что ты так много спишь. И вот я 12 часов проспала, и опять с удовольствием еще бы 12 поспала. Вот такое у меня состояние, вот постоянной сонливости. Мне не дает спать мама, и еще ей помогает Твиксик, который приходит, видимо, ему скучно, хочется играть. И начинает лапкой меня вот так вот дернет, и идет дальше. Прикиньте, он меня так сильно поцарапал, вот сейчас вот. Вот эту вот царапину он мне сделал только что, пытался меня разбудить, прикиньте. Хотя я ему отстригла ноготочки. Я вам во влоге показывала, что я купила 6 помад, на самом деле их было 7. То есть я неправильно посчитала, и в названии тоже неправильно написала, но да ладно. В общем, я эти помады показала маме, и говорю, выбирай любую, которая тебе нравится. Мама сказала, лучше бы ты мне что-то из посуды купила. Я такая, ни слова больше. И, естественно, решила купить маме что-то касательно кухни. Во-первых, это вот такой вот коврик. Мне он очень понравился, серебряный, с интересными такими орнаментами, фактурными достаточно. И купила вот такую сковородку, небольшого размера. У мамы вроде большие сковородки есть, но вот такого размера не было. Так как в основном мама готовит на 2 порции, я подумала, лишней не будет. Здесь еще съемная ручка, достаточно удобная. Маме понравилось, а это самое главное. И еще купила вот такую небольшую терку, универсальную. Здесь несколько функций. Не знаю, насколько она будет практична. У мамы вроде есть терки, но они хороших брендов, достаточно дорогие. Это бюджетный вариант, пусть тоже будет. Ты зачем маму безосновательно будешь, без видимых на то причин? Зачем ты, Виксик? Царапается еще, прикиньте. Хотя ему отрезало вроде ноготочки, но все равно. Хулигань ее, в детский дом пойдешь. Единственная от него польза, он у нас мух ловит. Вот сейчас тоже пытается поймать одну из мух. Кстати, очень успешно. И потом кушает этих мух. А потом Майка целует его. Заказала роллы. Заказ я сделала еще вчера. Сейчас быстренько сделаю макияж. И сяду снимать для вас контент. Давно просто не было роллов. И в комментариях вижу, многие просят. Поэтому написала вчера вечером моим любимым Епоша. И сегодня они должны мне привезти сет. Это, конечно, полный пипец. Прямо сейчас мне должны были доставить суши. И мне пришел звонок. Я подумала, что это роллы, естественно. И они мне говорят, вы можете подойти к Азии. Я говорю, сфига. А почему я должна подходить к Азии? Вы не можете подойти к моему подъезду. И они такие, ну ок, подойдем к вашему подъезду. А оказывается, это не суши. Они вообще могут к метро привезти. И ты сама должна, в принципе, забрать. Так что это мой заказ шеи. Мне прям руки чешутся. Хочется распаковать. Но я вроде должна это сделать в кадре. Но, блин, как мне хочется все это посмотреть. Держу себя в руках пока что. У меня просто не хватило терпения. Я начала распаковывать. Решила уж сразу снять для вас и видео. Блин, какая крутая кофточка. Здесь такой невероятно крутой материал. Сейчас пока что не мерила. Все это дело нужно покладить. Пока что я просто сняла, как я все это распаковываю. Посмотрите на мой подоконник. Вы наверняка уже это видео видели. Сумочка. Ну, классная, неплохая. На нее так много было заказов, что я ожидала тут увидеть, знаете, прям супер идеальную сумку. Но, естественно, с моей Versace она просто не сравнится. Ну, а так неплохая сумка. За свою стоимость неплохо. В общем, если вы не видели распаковку, я вам обязательно оставлю ссылочку. Переходите, смотрите. А мне безумно непривычно параллельно снимать три видео. То есть я снимаю на влоговую камеру влог. Я снимаю на телефон распаковку. И на большую камеру сейчас будет мукбанг. Как только роллы привезут. Вот эти, кстати, сережки я как раз-таки заказывала для мукбанга. Там было несколько вариантов. Были вставные челюсти. Они смотрелись очень смешно. Хотела их заказать, но мама сказала, что будет противно на мукбанге с такими сережками. И в конце я остановилась на этих. Они безумно мило смотрятся по мне. Вау! Как эстетично все упаковано. Я не перестаю удивляться. Здесь их лого. Епоша Аз. Твиксик, ты куда? Сына вниз, вниз, вниз. Обнаглел. Ни стыда, ни совести. Иди свои очки одень. В заказе Шейн, кстати, там есть очечки для котиков. Так мило смотрятся вообще. Короче, сейчас будем распаковывать. Хотя, в принципе, можно распаковать в кадре. Так даже будет интереснее. Сережки как-то странно висят, на самом деле. Одна вот так вот. Другая как-то странно, да? Они как бы обе в одну сторону смотрят. Ой, какой большой сет. Здесь 84 ролла. И этот сет до конца месяца будет стоить всего 40 монат. Он рассчитан на 5-6 человек. Роллы, как всегда, идеальные. Здесь такой аромат стоит. Это просто нечто. Я еле держу. Сейчас быстренько сниму и пойду снимать для вас мукбанг. Ссылочку, кстати, на епошу я вам обязательно оставлю в описании под видео. Переходите и заказывайте. Я отсняла мукбанг. И посмотрите на мою помаду. Она осталась у меня на губах. Настолько она стойкая. То есть, даже после мукбанга помада осталась у меня на губах. Это Джефф, который я вам так хвалю. Обожаю их помады. Это оттенок 37. Я покупала сразу 3 оттенка. И еще у меня в коллекции должно быть пара еще оттенков. И у мамы, кстати, один есть. Она его тоже обожает просто. Кстати, сейчас, где-то минуты через 5, надо, кстати, эти сережки снять, начинается моя работа с психологом. Это будет, можно сказать, мой первый опыт. Давненько один раз я была у психолога, но это я даже за опыт не считаю. Это было лет 8 назад. И сейчас мне очень любопытно, интересно поработать с квалифицированным специалистом в этой области. Посмотреть, каково это. Станет ли мне на душе лучше после общения с психологом. Как это все работает. Если я останусь довольна, то я вам обязательно порекомендую этого психолога. Если вы думаете, что это просто очередная реклама, то нет. Реклама действительно на моем канале не так много, как вы замечаете. Хотя могло бы быть гораздо больше, честно. Я супер отбирательна к рекламе. Не знаю, насколько вы это цените или нет, но я все не пихаю в свой контент, как вы видите. Выбираю тех рекламодателей, которые действительно мне нравятся. Просто ради денег что угодно рекламировать. Это немножко не мое. Например, стабильно в месяц-два раза мне пишут разные компании со всякими таблетками для похудения. Какие-то кофе, потом аппараты для жиросжигания и так далее. И просят в интеграции говорить о том, что вот я столько ем, держу форму исключительно благодаря этому аппарату. Я знаю, что это неправда. Я в принципе могу на этом заработать, но я этого не делаю. И я это вам говорю, чтобы передать вам свою искренность. То есть если я вам что-то действительно рекомендую, это значит я вам вот от души это рекомендую просто. И в этом случае то же самое. Я сейчас поработаю с психологом, несколько сеансов мы пройдем. Если мне понравится и меня все устроит, то я обязательно ее порекомендую. То есть если мне на душе станет легче, я обязательно вам ее порекомендую. А все знаете, с чего началось? Мне в комментариях написала одна девушка. Она написала, что я психолог, хотела бы с вами поработать. И она просто настолько круто описала мое состояние, что я поняла, что психологи, они в какой-то степени, ну квалифицированные специалисты своей области, конечно же. Они в какой-то степени даже мне напоминают каких-то экстрасенсов, которые просто по твоим глазам, по твоей мимике могут определить твое душевное состояние. И возможно могут найти пути решения проблем, которые заложились у тебя в голове, какие-то гештальты закрыть. В общем, посмотрим. С психологом мы поработали больше часа. Это было действительно очень интересно. Наверное, это по большей части связано с тем, что какие-то сокровенные моменты я никому не рассказываю. Ни маме, ни близким, ни подружкам. Я, конечно, могу в общем что-то сказать. В общем, я как бы немножко даже скрытый человек. Скрытый в том плане, что я не хочу загружать людей своими какими-то проблемами, но они есть у меня внутри. Есть какие-то моменты внутри, которые я не закрыла, которые моменты переживаний, так скажем. Человек просто объективно смотрит на ситуацию и дает оценку тому, что происходит в вашей жизни. Объективную оценку, квалифицированную оценку. Только сейчас нашлось время мерить вещи. Я все это дело погладила. И я просто в восторге от этой кофточки. Она настолько приятная на ощупь. Это, мне кажется, лучшее мое приобретение за всю историю моих заказов шеи. Сзади смотрится вот так вот. Безумно нежно. Ничего лишнего не видно. Несмотря на то, что я без бюстгальтера, все смотрится безумно красиво. И как хорошо, что я не взяла XS. Это S. Я прям долго думала брать XS или все-таки взять S. Вот это вот дело можно даже вот так вот заправить. Не знаю, я прям в восторге. Мне очень нравится. Пока я тут пытаюсь все отснять, Твиксик с надеждой сидит здесь и ждет, пока ему откроют дверь. И он сможет выйти в подъезд. Не надейся, дурачок, не будет такой возможности. Завтра мы должны увидеться с Самирой. Возможно, к нам еще присоединится девочка-визажист Нармина. Вот. И я хочу собрать вот такой небольшой пакетик. Подарочек для котиков Самиры. Изначально я вот эту штучку заказывала для Самиры. У Самиры две кошечки. Точнее, один кот и другая кошечка. Поэтому первое, что мы кладем сюда, это вот эта игрушка. В распаковке вы наверняка видели. Очень милые миниатюрные очки. И на мое удивление, даже Твиксик с этими очками ходит. Но ему я закажу такие белые. А так как у Самиры котики белые, на контрасте с черными очками будет смотреться классно. Поэтому отправляем это все дело в пакет. Далее вот такая игрушка. Заказанная специально для Мусу. Надеюсь, что он будет играть и вспоминать меня. Тетя тебя любит, Мусу. Скоро придет к тебе. Тебя навестить лично. Дальше это вот такой поводок. Точнее, ошейник. Невероятной красоты для девочки. Вот. Но мне почему-то кажется, что он слишком какой-то большой. Хотя я взяла самый маленький размер. Не знаю, подойдет или нет. Мне кажется, он большой. Давайте проверим на Твиксике. Большой или маленький. Ай, блин. На него еще надеть целый квест. Нет, на Твиксика даже не пролезает. Так что нормально будет. Мне просто кажется, что он большой. А то однажды такое было. И один ошейник заказала для Твиксика. А в конце оказалось, что это для миниатюрных собачек. А там не было указано. Успокойся. Я все стараюсь помещать в пакеты. Но я просто не помню, какие исходные пакеты были. Поэтому кладем вот в такой. Для пацана взяла вот такой. Надеюсь, что подойдет. Просто он регулируется. И поэтому я думаю, что с ним как раз-таки никаких проблем не будет. Здесь такой небольшой колокольчик. Но обычно с этим колокольчиком ходить невозможно. Он постоянно гремит. И очень нервирует котика. Поэтому он съемный. Его можно просто убрать. Такая вот красота. От Твиксика, кстати, тоже много подобных вещей. Но он ничего не носит. Это тоже отправляем сюда же. Две вот такие небольшие заколки. Я покупала их набором. Состоящий из десяти. Но они настолько крутые. Такие тугие. Очень качественные. Мне они понравились. И я решила положить две штуки для Самиры. Кидаю их просто вот так. И решила положить вот эти сережки. Так как Самира бижутерию носит. Я хотела ей сначала предложить. Среди всех сережек выбрать те, которые нравятся ей. Потом подумала, пусть это будет сюрприз. И решила положить вот эти вот миниатюрные. Здесь и застежка классная. В общем, надеюсь, что ей понравится. Дальше собираем пакет для Нармины. По-моему, этот пакет вообще пришел от Нармины. Так что извиняюсь. Недавно, наверное, недели две назад, Нармина выставляла у себя в инстаграме, что она ищет вот такие заколки, чтобы закалывать волосы во время макияжа. Я их нашла на Шейн. И решила заказать целым наборчиком. Здесь и черный, и розовый. Вообще, там был большой выбор разных цветов. Но я решила выбрать именно это сочетание цветов. Потому что именно такой скрин она выкладывала у себя в инстаграм. Я думаю, что ей будет очень приятно. И такой неожиданный подарочек. Нашла тот самый пакет, в котором это все дело пришло. Кладем сюда. Мы подружки-кошатницы. У Нармины тоже появилась кошечка. Кстати, породистая. И вот из-за этого меня все достают. У всех породистая. У Самиры породистая. У Нармины породистая. А у тебя какой-то дворняга. Вы посмотрите на мою дворнягу. Он красавец мой. Он золотой у меня. Лучший кот на свете. Ну, в общем, это отправляется сюда. Пусть будет немножко торчит. Ну, ладно. Ей тоже хочу положить вот две такие заколки. Они очень тугие, хорошие. Думала, какого цвета положить. Их всего было 10, получается. Четыре уже ушли на два подарка. Четыре тоже у меня есть план, кому можно подарить. Так что надо себе заказывать новый. Такой набор настолько мне понравилась. Прям удачная покупка. Отправляем сюда. Теперь перейдем к вкусняшкам. Я, если честно, не в курсе, какая я тетя, что я даже не знаю, стерилизованные ли котики или нет. Какой ужас. Ну, в общем, один мы кладем Нармини, потому что у меня один котик. А Самире мы кладем сразу две, потому что там две тупсика. И хозяек тоже, естественно, не обижаем. Взяли большие сникерсы. На самом деле, хотела купить Баунти, но потом остановилась все-таки на сникерсе. Так, один сникерс идет у нас вот сюда. И второй сюда. Да, и чуть не забыла. Камера фокусирует. Настолько классно блестит, что даже не фокусируется. В общем, это блеск для губ от Белор Дизайн с невероятно крутыми блестками. Очень круто смотрится на губах. Я когда покупала, по-моему, во влоге вам показывала. И Нармини понравился. И я решила подарить этот блеск Нармине еще тогда. Где-то месяца 4 назад. И все, он у меня лежит. Вот смотрите, запечатанный. Я им не пользуюсь. Поэтому кладем в пакетик Нармине. Вот такие вот два презента у меня получились. На этом, наверное, я буду завершать этот влог. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Если вы тоже любите дарить подарочки и получать, пишите в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok